В Засвияжье, в районе трамвайного депо, начато строительство Центра художественной гимнастики. Этот центр нужен ульяновской молодежи. Наша область может похвастаться высокими спортивными достижениями в этой дисциплине. Довольно длительное время спортсмены из 73-го региона были в числе лидеров среди российских команд. Спорт востребован, однако до сих пор по многим направлениям заниматься им полноценно было невозможно. На данный момент мы занимаемся в парке Матросово, основная наша база. У нас количество участников занимающихся 358 человек. Увеличение в новом здании при постройке нового центра планируется в 2-3 раза. С учетом нового микрорайона будет 4 площадки, то есть 4 ковра. 1 основной соревновательный и 3 разминочных. Художественной гимнастикой, по мнению заслуженных тренеров России, обучающих этому виду ульяновских детей, юные спортсмены должны системно тренироваться с 4 лет. Пока что есть условия только для 6-леток. Новый спортобъект решит эту проблему. Специальные залы, раздевалки, мебель. Центр устроит так, чтобы даже самые юные гимнасты чувствовали себя на тренировках комфортно. Но центр будет не только местом тренировок. Будет гостиница на 20 мест, столовая. Мы сможем принимать участников соревнований как Привозского федерального округа, так и России. Стадион труд, который реконструируется к Чемпионату мира по футболу 2018 года, вызвал много вопросов у Сергея Морозова. Они касались водоотведения в бывшем овраге, где в свое время был построен стадион, эстетического облика стен, которые видны с трибун, самих трибун. Увеличение количества мест для зрителей, строительство раздевалок по стандартам ФИФА. Не забыл он и о Бульяновских улицах. Прилегающая территория руководства города вообще совершенно не работает. Где, господин Гаев? Где у вас планы работы всей вашей, так сказать, замечательной, в кавычках, администрации по прилегающей территории? Вот здесь у нас вот есть, я говорю, мы ругаемся, мы не ругаемся, там, хватает у нас устойчивый финансирование, не хватает, но, по крайней мере, мы точно можем видеть, какие работы проходят. Губернатор дал городской администрации срок в 10 дней, чтобы подготовить проекты по благоустройству улиц, смежных со стадионом. После этого он встретился с именитыми спортсменами страны, приехавшими в Ульяновск на Всероссийский Олимпийский день, который состоится в регионе послезавтра, 24 июня. Сергей Морозов вручил им памятные подарки. Павел Половов, Олег Тоньшин, репортер 73.